Музыка Вот мы с Любочкой находимся в турецком ресторане. Народу очень мало, поэтому мы просто здесь балдеем. Здесь ничего нет такого, знаете, чтобы было много народу. Тебя обслуживают сразу, как только ты пожелаешь. Нам очень нравится так, как бы без всяких-всяких сумасшествий. И вот так вот мы сидим в ресторанчике. Люба смотрит в меню. Она здесь первый раз, поэтому она не знает, что заказать. Ну что, ты решила, что ты будешь заказывать? Ну салат, но он только без мяса, без всякого. Мы с тобой вот этот хлебушек закажем, да? Люба у нас очень переживает из-за машины. Скажите ей, пожалуйста, все, что все починится и все забудется. Нет, у меня просто первая авария. Люба, что мы с тобой заказали? Я заказала Мусаку. Нет, у нас напиток с тобой сейчас. Какое-то вино название ты сказала? White Sangria, белая Sangria. Очень вкусно. Его делают здесь они сами. Очень вкусно. Ты чувствуешь? Оно из фруктов сделано. Да. Вот такое вот мы пьем. Ну давай, за то, чтобы машину твою починили раньше, чем ты ожидаешь. У нее первая авария, как она говорит. Если это можно назвать аварией, я не знаю, можно ли это назвать аварией. Не знаю, как Данилка проявит. Тихо, ты в нас лет прожила без всяких происшествий. И вот они начались. Ну теперь из-за меня они разведутся. Не дай бог, не дай бог. Буду лучше с Сочи гулять по улицам по своим. Да. Нет, спасибо Наташу, что вытащила. Ладно. Да ничего, все починим, Люба. Переживем. Я ее буду на работу возить туда-сюда, пока машину будут чинить. Поэтому я ей сказала, даже не переживаю. Мужа надо будет возить, и меня больше, больше. Ну мужа, мужа, конечно, буду возить. Я думала, ты сначала про своего говоришь мужа. Мне своего тоже запрочли. Ну вот, нам принесли еду. Мне нужно не говорить, Наташа рассказывает. А что я буду рассказывать? Мы вместе снимаем с Любой нашу еду, которую нам принесли. Люба, а что ты такое заказала? А, мусака. Там синенькие. Кстати, я ела в прошлый раз, точно. Очень вкусно. Да. А у меня голубцы. Я посекрею. Ну да, посмотрим. Ты у меня попробуешь, я у тебя. Выходим с Любочкой из ресторана. Накушались, напились. Любочка наша. Повеселела. Повеселела. А машине она больше не переживает. Пока не думаем. Ну пока. Слушай, и вот солнце тоже ушло. Да. Солнце ушло тоже в тучи. И вот мусака совсем по-другому приготовлена, чем я в в детском ресторане ела. А голубцы тоже по-другому. Голубцы у меня были с бараниной. Синенькие там прямо вообще так хорошо приготовлены. Да. Мне очень понравилось. Ну хорошо мы с тобой гуляем, правда? Да, глазки блестят. Да, да, да. Глазки блестят. Не, мы просто по бокалу выпили белой сангрии немножко. Ну там прохладно. Я не знаю сколько там, 6 градусов, наверное, всего. Ну, не важно. Главное настроение. Да. Что тихо. Я вот обычно, знаешь, почему я не люблю рестораны, что там шумно, много людей. А вот именно вот среди недели, среди дня, вот так и так. Супер, супер, среди недели, да. Почему я вот так и так. Пойдем. 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 Вот магазинчик называется Lily Pull Teaser. Пу-у-у-ли-цер. Она какая-то, я имя как-то, она немка. И вот у нее вещи, я вам хочу сказать, ну, просто необычайной яркости. Просто необычайной яркости. Вы даже можете увидеть сейчас такие цвета. Это просто такие цвета. Все, начиная от кресел с подушками и заканчивая любыми майками, всякими платьями. Все-все очень-очень ярко. Очень дорогая коллекция у нее обычно. Я покупала как-то в Маршале и в Ти Джи Максе на распродажах. Ну, вот посмотрите, какие цвета у нее. Ну, вот. Вы можете посмотреть по интернету эту фирму. Я показала вам название. Вот, пожалуйста. Ну, в основном, я думаю, что она подходит больше для девочек. Для таких, вот знаете, может быть для женщин, но для худеньких. Или в основном для девочек, для таких молоденьких. Я думаю, что от 18 до 35, может вот так. Я не знаю, 35. Я думаю, что это все еще девочки все-таки. Так что вот. Вот такие вот яркие-яркие вещи. В основном они только женские. Да не в основном, я думаю, что только женские. Вот. И, конечно, вы сможете увидеть вот такие шортики. И вот посмотрите, какие цвета. Просто обалдеть. У меня были такие вещи. Но я их продала. Я помню, отца отослала их в Россию. Там кто-то купил. Потому что платьишки в основном вот такие коротенькие. Короткие вещи, как бы, я думаю, не по мне и не по возрасту. Поэтому я короткие вещи не ношу. Вот. Так что вот такой вот магазинчик очень красивый. Ну, я губы не накрасила. Я и тебя сосчитала, Люба. Ну, я ложиться не буду. Не будешь? Нет. А я сюда легла на траву. И у Любы меня сняла, как я лежала здесь. Ну, когда-то ведь нужно придуряться. Нужно как-то и дурака включать. Правильно? Там так у нас все началось. Потому что мы так и будем. Все, как лень. Планировали целую неделю, да? А потом и немножко остыли. Да. Планировали целую неделю. Сейчас покушали вкусно. Вроде как много. И за одну минуту у нас бэм. Возвращаемся к нормальному руслу, да? Ну, да. Что делать? Жизнь продолжается. Господи, да что же. Конечно, продолжается. Царапина на машине. Вот такой вот у нас Винтерпарк. Я еще раз хочу показать. Люба, ну встань хоть ты на бэкграунд, пожалуйста. Подожди хоть это. Губы красит, смотрите. Ну, у нас от девочек и мальчиков у нас... Попало. От девочек и мальчиков у нас нет секретов. Вот тебе зеркало, видишь? Ну, Наташа, ну вот... Ну, нехорошо же показывать такие моменты. Какие? Это же должно быть private, лично. Ты хочешь, чтобы я это вырезала? Нет. Дед говорит не вырезать. Не вырезай. Ну. Не надо. Вот такие мы дурочки с Любой сегодня. Вырезальщица. Вот мастер по вырезанию. Ну, да. Я вот ничего не вырезаю. И Наташу вырезать не буду, как она на траве лежала. Будете смотреть. Ну, да, будете смотреть. Ну-ка, посмотрим сейчас. Получится, нет? У нас там вот так. Кто не знает Любочку... Это старая песня. А какая новая? А какая была у Любовь? У Любовь Чуспенской? Не знаю. Там была... Люба, Любочка, целую тебя в губочке. За то, что ты поёшь, как соловей. А я не знаю такую песню. Сегодня ты на Братон и танцуешь. А завтра выйдешь на Бродвей. Видите, какая она у нас. Это мне пели наши ребята на фабрике. На перерыве. Ну, так, милая моя, значит, она тоже не новая. Ну, это было так давно уже. Так это не новая песня. Мы уже с Любой и Юспенской обе постарели, но песня у меня... Ну, всё. Песня осталась в памяти. Мы находимся на train station. То есть вокзал, так называется, да? Вокзал, получается? Вокзал, да. Люди ждут поезда, станция, да? Люди ждут поезда. Это Winter Park написано. И поезд подходит. И мы сейчас покажем, как выглядит поезд. Я думаю, что орландовский подойдёт. А может быть... Вот вы увидите разницу. Наташа снимает своей камеру, а я своей. Даже я не бедаюсь. Но она всё равно, наверное, дрожит. Да и у меня дрожит. У меня тоже дрожит, да. И вот ещё раз. Станция. Вокзальная площадь. В Winter Park. Идёт поезд. Да, это наш орландовский идёт. Sun Rail. Ну, он идёт, видишь, задом. То есть, передняя у него часть, она идёт сзади. Нам не надо задом. Почему? Ну, он сейчас, когда будет уходить, ты перёд снимешь. Sun Rail. Два этажа, и в нём находится Wi-Fi тоже. То есть, будете сидеть с интернета. Видишь, он такой коротенький. Дальтонный от нас вот сюда он входит. А вот это его лицо поезда. И вот, конечно, Люба ведёт тоже репортаж. Репортаж поезда. Не перебивайте. Я говорю, чтобы нам не запнуться. Да, не запнуться. Вот люди, которые вышли из поезда и идут в Winter Park. И вот мы едем домой. Машинка стоит в одиночестве. Ещё раз показываю вам... Парковалась, парковалась. Теперь здесь пустяки. Да. Видимо, обед закончился. Ещё раз просто показываю вам весь, как скажем, как он называется. Ну, улочка такая. Маленький магазинчик. Променад. В Winter Park. Выйду на дорогу. И вот покажу вам. Иду за Наташей. А Люба за мной идёт тоже по дороге. Поднимаю. Наташа-то мастер на дороге выходить. Ну всё, едем домой. Ну что, Любаня? Едем вперёд, не назад, да? Едем вперёд. Нагулялись мы. Да. Наелись. Покушали. На траве навалялись. По магазинам походили. Поезд посмотрели. Поезд посмотрели. И едем домой. Аккуратненько. Едем очень аккуратно. Люба очень переживает, что я вдруг поеду неаккуратно. Я еду быстро, но аккуратно. Единственный раз, когда я поехала неаккуратно, это когда я выезжала из дорожа. И думала, что вся земля – это твоя собственность. Да. Препятствий нет. Бывает. Ну ничего. Я заплачу за эту ошибку, так скажем. Больше я её не повторю. Поэтому. Да. Бывает такое, что, знаете, на своих ошибках учимся. У меня возникла такая мысль, Люба. Я хочу своим мальчикам и девочкам, а может быть и твоим тоже, загадать загадку. И я объявлю конкурс. Кто первый напишет правильный ответ, я вышлю какой-нибудь сувенирчик. Допустим, магнитик с Орландо, вместе с брелочком с Орландо и, может быть, с ручкой тоже. Знаешь, ну, такой наборчик. Я расскажу сейчас вам эту загадку. Люба, я не знаю, ты будешь отгадывать или нет? Буду. Будешь отгадывать. И я вам рассказываю эту загадку. Буду пытаться. Почему я говорю «рассказываю», потому что это не просто висит груша, нельзя скушать. А это история, такая интересная история. И вы должны мне сказать ответ, правильный ответ. Итак, начнём. Жил-был. Жил-был богатый человек, так скажем. Ну, как мы его назовём? Барон. Барон. Пусть он будет бароном. И у него было поместье, у него было очень много людей, которые на него работают. И среди них был сторож, ночной сторож, который работал на него очень долгое время. Однажды барон собрался в путешествие вместе с женой и со своими детьми. На теплоходе. Всё было собрано, все сумки были собраны, все были подготовлены к путешествию. И утром приходит его сторож и говорит. Уважаемый барон, я видел во сне, что корабль, на котором вы, теплоход, на котором вы отправляетесь в путешествие, потерпит крушение и затонет. И все люди, которые будут на корабле, погибнут вместе с кораблём. Конечно, барон не хотел слушать ничего, но потом, когда он поразмыслил и посоветовался с женой, они решили не ехать. Два дня спустя барон открывает газету за утренним кофе и видит объявление, что именно тот корабль, на котором он должен был поехать в путешествие, потерпел крушение и утонул. Утонул вместе со всеми членами экипажей, со всеми людьми, которые были на теплоходе. Причём он видел, что он утонул так быстро, что никого не удалось спасти. Прошло какое-то время, прошёл, может быть, год, может быть, 7 месяцев, я не знаю. Это не столь важно для этой загадки. И барон опять собирается в путешествие на поезде и опять утром приходит сторож и говорит. Вы знаете, барон, я понимаю, вы хотите поехать в путешествие, но я видел сон, что поезд потерпит крушение. И что все люди, которые, все пассажиры, которые будут в этом поезде, они погибнут. И я бы и советовала вам не ездить. Барон опять очень расстроился, посоветовался с женой. Все чемоданы были распакованы и они никуда не поехали. Открывает газету на следующий день и видит, что тот поезд, на котором он должен был ехать, потерпел крушение. Отсказания сбылы. И все, все пассажиры погибли. Конечно, он очень расстроился, он испугался. Прошел какой-то еще год, может быть, и они опять собираются в путешествие, но уже на самолете. Все чемоданы собраны. И утром приходит сторож. Тот сторож, который работал у него очень долгое время, говорит. Вы знаете, барон, я знаю, вы расстроитесь, но я опять видел сон, что если вы поедете в это путешествие, вы погибнете. Потому что во сне я видел тот самолет, который потерпел крушение, упал в океан, и все люди погибли. Барон очень расстроился. Опять посоветовался с женой, и опять, опять они разобрали все чемоданы и не поехали. Ну и что вы думаете, на следующий день, когда барон открыл газету за утренним кофе, он увидел тот самолет, на который он должен лететь. Потерпел крушение, и все пассажиры погибли. Ох, вот это сказка. Что произошло дальше? Барон вызвал своего сторожа и наградил его очень-очень щедро. Но одновременно он его уволил. Так вот такой вопрос. Почему барон уволил своего сторожа? Наверное, за плохие предсказания. Я... Нет, ты не угадала, Люба. Я не знаю, угадают ли мои подписчики. Угадают, может быть, сразу. Но вы знаете, я за всю жизнь рассказывала эту загадку, может быть, раз в шесть. Я рассказывала ее и в Вене, и рассказывала друзьям. Вы знаете, никто не отгадал. Но я не рассказывала тысячи людям, как вот я сейчас рассказываю. Да, возможно, сразу ответ будет правильный у кого-то. И я, как я сказала, я бы очень хотела видеть правильный ответ. Возможно, очень многие из вас знают эту загадку. Эту загадку мне загадал мой учитель, когда мне было 22 года. Я работала на полиграфическом заводе. И у меня был такой наставник-учитель, его звали Иван. Он рассказывал все время нам какие-то вот такие типа загадки, такие истории. Он очень мне, кстати... Логическое мышление. Михаил Портнов очень мне напоминает его, кстати, вот этого Ивана. И он нам действительно загадок рассказывал. Ну, таких вот нам много, но именно одну только я запомнила. Наверное, все-таки возраст или что-то, я не знаю. Но вот эту загадку, кому бы я не загадывала, никто не мог ответить. Хотя она, честно говоря, если сказать ответ, она очень очевидна. Поэтому я хочу вот такой вот... Если ты сейчас отгадаешь, мне придется тебя вырезать. Поэтому... Ой, не знаю я ответа. Поэтому вот так. Я потом тебе скажу ответ, когда выключу камеру. Хорошо? Хорошо. Вот, так что вот. И... Давайте попробуем отгадать. Это просто интересно. Это какое-то такое, знаете, детское развлечение. Но я их люблю. Такие развлечения. Экологическое мышление. Да. Кто как увидит ситуацию, да? Угу. Вот. И, конечно, я сразу, когда увижу правильный ответ, я сообщу тому человеку, который ответил правильно. Ну, все. Молодец. У тебя, Люба, есть какая-нибудь загадка? Загадка? У меня только частушка. Частушка. У меня мама все пела. Старуха старая-престарая ходила с бодашком, полюбила лет 17 и забегала пиком. Ой, я надеюсь, не про кого-то, про нас пою. Не надо. Я помню какие-то все, знаешь, такие частушки были с черным юмором. Там маленький мальчик по стройке гулял. Там чего-то еще. Какие-то военные. Они такие страшные. Нет, нет, они не военные, они именно очень страшные. С страшилками, да? Допустим, там маленький мальчик, подожди, маленький мальчик за хлебом пошел, что-то мимо трамвай проехал и что-то долго, долго трамвай голову бампером катил. Вот так нифига себе за хлебушком сходил. Что-то такое. Я помню такие вот страшилки, и мы и так смеялись на них, хотя уже, конечно, не смешно. Я как вспомню в детстве, такой ерундой мы и пугали друг друга по сравнению с сейчас, какие фильмы, да, ужасов. Это вообще приведением, это уже было все, это предел всему. Я не знаю, сколько мне было, 22-23, мы первый раз увидели вот этот фильм ужасов, по-моему, Крюгера. Я спать не могла, я вообще не видела таких фильмов никогда, конечно, нам уже никогда такого не показывали. У нас самый страшный фильм для меня был, это «17 мгновений весны», когда они разворачивали ребенка. Для меня это был самый страшный фильм, это для меня был вот фильм ужасов. Я из-за этого не любила «17 мгновений весны», вот из-за этого момента я не любила этот фильм. Кстати, недавно я его пересмотрела опять, ты знаешь, вот я плакала на том моменте, где он увидел жену в кафе, да. И насколько же по-другому воспринимаешь вот эти фильмы, насколько по-другому воспринимаешь фильм даже, вот знаете, ирония судьбы или с легким паром. Раньше мы только смеялись, да, а теперь я и плакала тоже в конце. Не трагедия, а вот когда они встретились, знаешь, опять. А раньше как-то видели только... Меня был любимый, тень исчезает в полге. Да. Я так фрола, фрола, фрола любила, что вообще он мне казался идеальным таким мужиком сибирским. Да, я вот недавно там увидела передачу, что он уже умер, и там жена у него молодая. Думаю, где-то было все около меня, думаю, надо было подсуетиться. Я очень любила «Собаку на сенье», я очень любила «Боярского», я его и сейчас люблю. Ну да, понятно. И вот «Собака на сенье», хоть он такой фильм, как сказка, и вроде там все стихами, но я каждый раз смотрю, и каждый раз я плачу. Я не знаю, это настолько у меня изменилось с моим мирозрением. Сентиментальность появилась такая, да? Или там смотришь, я не знаю, какой фильм еще сказать, я не помню, но, естественно, «Служебный роман» и «Жестокий роман». Я очень люблю эти фильмы, я просто обожаю, и ни один фильм американский никогда не сравнится вот с этими классиками. Ну, как-то американцы, они стараются не расквасить человека, развеселить. Ты знаешь, единственное, что у американцев актеры, они играют очень хорошо. Они, вот американские актеры, играют именно так, как играли наши актеры раньше. Вот Шукшин он так играл, да? Допустим, Машков он так сейчас играет. Я не знаю, кто там, Боярский. Вот они так играли, как вот играют американские актеры. К сожалению, сейчас, когда смотришь сериалы, Люба, у меня такое ощущение, что они читают текст. Они просто читают текст. Вот я смотрела фильм «Не родись красивой». Там как «Не родись красивой» по-моему, да? Ну, я даже не помню. Девочка, вот он там, сериал. Там просто невозможно было смотреть. Там вот читают текст и всё. Поэтому. Ну, потому что мы любим тех актеров, которые были тогда, когда мы росли. Это однозначно. Люба, а как мы росли? Мы так классно росли. Ты знаешь, вот мы с тобой в тот раз ехали, и мне пришлось вырезать от того, что микрофон стрелял. И мы с тобой вспоминали вот это наше прошлое, о том, что у всех воспоминания одни и те же. То, что я сказала, сок про конусы. Ты ещё говоришь, что за конусы? Да, вы помните, когда мы пили сок, и вот из этих конусов с крантиками. А, стеклянные. Там был томатный сок, берёзовый сок, вишнёвый сок. И, значит, ложечка стояла в стакане, причём она никогда даже не менялась, по-моему. Тебе наливали вот этот сок томатный. Ты брала эту ложечку из этого грязного стакана, брала соль, перемешивала и опять клала вот этот же стакан с водой. Ты помнишь это? Да я никогда не забуду, я 20 лет была беременна, да, своей дочерью. И я так хотела милкшейк. Это как по-нашему? Ну, коктейль молочный. Коктейль молочный, да. И вот я помню, так он мне был, в душе так его хотелось. Я пришла в магазин, мне, значит, его там сбили. Я в банку принесла, пол-литровую, мне налили. И надо было, машин же не было, тогда пешком вернуться домой. Я с этим коктейлем, помню, беременная, вернулась. Ну, я не знаю, может, минут 20 я шла до дома. Ну, как-то, ну, как-то так. С надеждой, что я сейчас выпью этого коктейля. Когда я пришла домой, я так удивилась, что в банке-то, полной банке, вот столичка всего на дюношке. Нет, да, конечно, он же осен. Но я не знала. Да, он же такой был воздушный. Я так смотрела удивлённо, думаю, а где? Как? Почему? Была полная банка. Вот это первое впечатление, то, что новое тогда начиналось, вот, молочный коктейль тогда, да. Люба, а ты застала, вот, я не знаю, вот мы разговаривали с Михаилом Портновым, и он говорил, что когда он учился в первом, втором классе, они писали переявимые ручки. Да, я. Ты тоже писала такое? Потому что я-то этого не застала. Начинала пёрышками, так красиво. И он говорит, рассказывал мне, и не дай бог на это пёрышко попадёт волосинка, только ты, говорит, начинаешь писать. Это знаешь, как пригодилось? Я потом так захотела, сама себе карьеру делала, и потому что работа была через дорогу, только лишь поэтому. Я устроилась райком партии, статистом, писать комсомольские билеты. Именно пёрышком. У меня красивый почерк пёрышком я заполняла. А комсомольские билеты, промилы там писала, и всё, вот их потом вручали. Это называлось, это должность статиста. Райкома партии. Ну вот здесь я перевёл ручки уже не застала. Пёрышком, да, мне нравилось, и красиво получалось. У меня и сейчас вот я на работе пишу с английским. Каждую букву можно, пленеркой была, и активисткой в комсомоле была. Была, как бы, очень активно, когда вот все эти проводились активистские работы, там, комсомольские. Я так, ты знаешь, у меня почему-то напомнил этот анекдот. У меня и значок есть тоже. Напомнил анекдот, когда... Что? Мальчик спрашивает у бабушки. Бабушка, а когда ты маленькая была, у тебя был сотовый телефон? Она говорит, нет. А когда ты маленькая была, у тебя был компьютер? Она говорит, нет. И он такой стоял и говорит, бабушка, а ты динозавров тоже видела? То есть для него казалось, что это вообще... Так быстро поменялось. Дети же вообще сейчас не представляют, как это не было сотового телефона. Видишь, вот даже с тобой у нас какая разница. Я писала пёрышком, а ты нет. Да, я чернильной ручкой. Поэтому ты сейчас... Не чернильная, а... Ты любишь брендерскую одежду? А мне всё равно она. Мне вот что попроще? Ты знаешь, у меня просто... Ты знаешь, я брендерскую одежду не знала. У меня была такая знакомая, и она меня учила вот этой вот всей одежде брендерской, чему я очень благодарна. И когда я приехала из... Уже здесь? Да, вот здесь во Флориде. Когда я приехала из Монтаны, она зашла ко мне в гардеробную, увидела мою одежду и сказала, милая моя, да ты как грузинская вдова. У меня было двое чёрных брюк и две чёрные майки. И мне казалось, что я одета хорошо, ты понимаешь? Ты любишь чёрный свет. Да, но у меня просто ничего не было. И она говорит, боже, да что же это, как же ты можешь так ходить? И она меня вот учила ходить по магазинам и выбирать вещи, и я начала носить цветную одежду, светлую одежду. Потому что мне казалось, я только могу одеть чёрный свет. Это всегда хорошо, когда кто-то, вот допустим, как я с тобой иду, я с удовольствием что-то куплю, если подскажешь. Ну как бы вот в этом такой необходимости нет здесь. Ну конечно нет. Мы никуда особо не ходим, чтобы это висело. Ну а так... Люба, мы же с тобой публичные люди. Теперь у тебя есть причина покупки. Ну не вызывай меня блогером, я не блогер. Нет, нет, я так просто шучу. Я просто балуюсь. Не, ну у тебя же есть свой блог? Ну если вот это называется блог... Ну это и называется блогером, потому что у тебя есть свой блог. Я же тебя не называю актёром, или актрисой, или звездой. Блогером, у блогера может быть 500 человек. Кто-то написал, только у ленивого сейчас нет блога на ютюбе. На самом деле так и есть. Кто хочет, тот и может открывать. Ну чем пересылать через e-mail, видео? Вот знаешь, я всё время посылала. Если у тебя есть чем поделиться, то поделиться хочется, и ты снимаешь видео. И я вообще видео начинала снимать очень давно. У меня папа снимал видео, у меня маленькое снимал. Потом, когда я была уже в Рыбинске, то есть у меня Артём маленький, я снимала. Я уезжала в Америку, я сделала видео. Мне очень нравится твоё видео, где у тебя там сопелька из носа. Видео первое я когда увидела. Это где я маленькая? Да, конечно. И дело в том, что да, я просто ютюба этого не было тогда. Но видео у меня они все сохранены. Папа молодец, видишь? Папа молодец тебе. Да, я очень благодарна папе. Их сейчас в живых нет, но я могу на них посмотреть на живых. Это, конечно, цены просто. Никакой, вообще никакой цены туда не поставишь абсолютно. Ты знаешь, у меня люди смотрят на канале эти видео, и некоторые просто говорят, я плачу. Я плачу, это как машина времени, я вернулся там или вернулась. Это столько лет. Да, в то время. И вот... Одно дело рассказывать, другое дело... Вот, кстати, хочу сказать, что вот сейчас вот делают фильмы, вот опять же, то, что я смотрела, тени исчезают в полдень, и сейчас делают фильмы современные о том, о прошлом времени, о коммунистах. Вот эти какие-то не такие, наигранные. События какие-то слишком такие сгущенные, мне кажется. Да. Естественные, вот мое такое ощущение. Все-таки вот те первые фильмы были какие-то более естественные. Более естественные. Люба, что мы сейчас делаем с тобой? Куда мы заезжаем? Подожди, Люба. У меня есть идея. Идея? Да.